Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Достопримечательности Западной Армении – Кесарийский водопад. Более 184 тонн гуманитарной помощи поступило в Армению через всеармянский фонд. Ситуация в Нагорном Карабахе стабильная. Нарушение режима прекращения огня не зафиксировано Мария Захарова. В Армении отмечают День дарения книг. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию после Арцарской войны. В этот день, 170 лет назад, был основан Армянский колледж Тавриза. Сегодня день подписания договоров Сан-Стефана. Армянская виртуальная обсерватория. Интервью с Арегом Микаэляном. Кубус-Баш – это группа водопада в национальном парке Аллада-Клар провинции Кесария Западной Армении. В этом году водопады, которые питаются от ледников, благодаря обильному снегу создали сказочную красоту. Водопады Капус-Баша, расположенные в 190 километрах от центра Кесарии, состоят из семи водопадов. Водопады привлекают внимание любителей природы из разных мест. Зимой или летом, наряду с другими природными красотами Западной Армении, стоит увидеть эти водопады. Если у вас есть возможность, мы рекомендуем посетить эти места. При поддержке всеармянского фонда Айастан с самого начала Арцахской войны в Армению отправлена крупная гуманитарная помощь. В данном фонда на сегодняшний день написано, что в Армению прибыло около 184 345 килограмм гуманитарной помощи. Полученная помощь включает современное медицинское оборудование, предметы первой помощи, средства для лечения ран и восстановления кожи, теплую зимнюю одежду, обувь, спальные мешки, палатки, кровати, продукты питания, подарочные пакеты для школьников в Арцах и многое другое. Во время войны, начиная с 10 октября, усилиями армян всего мира и армянских организаций из разных общин было собрано около 87 941 килограмма гуманитарной помощи в США и Европе и перевезено в Армению усилиями всеармянского фонда. Ситуация в зоне Карабахского конфликта на протяжении последних дней была стабильной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг на брифинге. В зоне Нагорно-Карабахского конфликта в течение последних дней сохранялась стабильная обстановка. Нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией на 27 наблюдательных постах, продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорно-Карабах, отмечает Захарова. В целях повышения интереса и любви к книгам к чтению 19 февраля в день рождения армянского поэта Ована Сатуманяна в Армении отмечается день дарения книг в Армении. Как сообщает Армен Пресс, этот праздник в Армении был учрежден в 2008 году по инициативе председателя Союза писателей Армении Леона Ананяна. В рамках праздника в столице и в регионах Армении проводится множество мероприятий. Президенты России и Турции Владимир Путин, Раджепта и Пардоган в четверг провели переговоры по телефону. Об этом преддает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера. Отмечается, что лидеры двух стран обсудили работу совместного российско-турецкого мониторингового центра по Карабаху, а также ситуацию в Сирии и Ливии. Школа армяна была основана 19 февраля 1851 года во дворе церкви в районе Джала Тавриза по инициативе епископа Саака Сатумана. До 1875 года она называлась Нерсесян в честь Нерсеса Шнурали, позже в честь иранско-армянского благотворителя Арамяна. Сначала это была школа для мальчиков. В 1887 году школа объединилась со школой для девочек Анны, построенной туманянами и получила название национальной школы Арамян Анны. В 1852 году в школе было 60 учеников, в следующем году – 100. Позже количество студентов достигло 240-260 человек. Преподавались армянский, русский, французский, персидский и другие предметы. Обучение велось на армянском языке. Первым инспектором школы был отец ОФСЭП. Школа армяна проделала большую работу в области просвещения армян Персии. До 1936 года школа выпустила около 1300 выпускников. В школе армяна преподавал Арафин и Рача Ачарян. Сан-Стефанский мир – предварительный мирный договор, заключенный в местечке Стан-Стефана, западный пригород Константинополя, ныне Ешелькёй, 19 февраля 30 марта 1878 года, между Российской и Османской империей, завершившей Турецко-Российскую войну в 1877 по 1878 годы, имело огромное значение для освобождения балканских народов от Османской империи и возникновению армянского вопроса как части международной политики. Сан-Стефанский договор признавал независимость Сербии, Черногории, Валахим и Молдавии, а их территория увеличилась. Босния и Герцеговины должны были образовать автономную область. Создавалось новое автономное славянское княжество на Балканах, Болгария, которое включало этнические балкарские территории. Турция обязывалась выплатить почти полтора миллиарда рублей, и контрибуции из которых 1 миллиард погашались за счет территориальных уступок. Ардоган, Карс, Батум, БАЗ в Азии. Сан-Стефанский договор гарантировал выполнение взятых на себя Турции обязательств, то есть немедленное внедрение, улучшение с учетом местных потребностей в армянно-населенных регионах. Русское правительство согласилось внести в русско-турецкий договор специальный пункт относительно армян. Так выявилась статья 16 Сан-Стефанского договора, в которой говорилось, Ввиду того, что очищение русскими войсками, занимаемых ими в Западной Армении местности, которые должны быть возвращены Турции, могло бы поддать там повод к столкновениям и усложнениям, могущим вредно отразиться на добрых отношениях обоих государств. Блистательная порта обязуется осуществить без замедления улучшения реформы, вызываемые местными потребностями в областях, населенных армянами, и оградить безопасность последних от курдов и черкесов. Впервые в современной истории названия Армении и Армяне были упомянуты в Международном договоре. Согласно статье 19 договора, Карс, Ардахан, БАЗ, Олти, Ардвин, Алашкерт, Казван и Хумар в территории Западной Армении перешли к России. Положения Сан-Стефанского договора были пересмотрены в документе, принятом по итогам Берлинского конгресса. В эфире телевидения Западной Армении директор Бюроканской обсерватории Арек Микелян представил Армянскую виртуальную обсерваторию. Ее связь с высокими технологиями, отметив, что астрономия тесно связана с информатикой. Она развивается на основе больших данных, полученных из космоса. Касаясь связи астрономии и военной промышленности, он отметил, что в этой войне было бы очень важно, чтобы у Армении был хотя бы один спутник. Были развиты исследования космоса и картография. В этом случае даже с точностью до одного солдата мы могли следить за движением вражеской армии и действовать соответственно. Интервью доступно на нашем сайте и на YouTube-канале. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию хор Шаракен. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok